Всем привет! Сегодня я предлагаю вашему вниманию обучающее видео, в котором будут разобраны стратегические приемы, которые используются при реализации позиционного перевеса. Итак, перед нами позиция с довольно-таки популярной пешечной структурой. Позиция с изолированной пешечной парой c3-d4 встречается в партиях очень часто. Они могут вытекать из самых различных дебютов, например, это атака Панова, также это может быть защита Тараша, если бы пешечная пара была бы у нас c6-d5, просто с перевернутым цветом, а также в различных других дебютах. То есть данная позиция, данная пешечная структура достаточно популярна, и я считаю очень важным разобрать методы борьбы против данных пешек, а также наиболее часто используемые и популярные планы. Итак, что мы здесь видим? Во-первых, мы должны отметить слабость в лагере белых. Мы рассматриваем эту позицию за черных, и поэтому начнем. Во-первых, это очень слабые белые поля. Это c4, d5, e4, a4. Конечно, нам не хватает здесь коня, стоящего, например, на d6. Тогда мы бы, наверное, не сомневались, куда его поставить. То есть это поле c4, наверное, самое такое привлекательное для него. Также поле b5, откуда бы он атаковал пешку c3. Поле e4 достаточно хорошо, особенно если наша пешка имела бы возможность попасть на f5. Но здесь мы не имеем коня, а у нас есть чернопольный слон, который пока что не может добраться до пешки c3. И он лишь упирается в пешку d4, которая надежно защищена на первый взгляд. Какой же нам здесь выбрать план? У нас нет слабостей в позиции, пешечная структура идеальна, всего лишь два островка. Идеально также стоят ладьи по полуоткрытым линиям на линии d и c. И затаившийся такой ферзь на b7. Конечно, он стоит вроде бы скромно в своем лагере, но в этой позиции именно с нашего ферзя и следует начать. Мы делаем ход ферзь d5. И это достаточно такой популярный план, связанный с централизацией ферзя. То есть этот ход редко бывает плохим, в принципе. Мы ставим ферзя на центральное поле, откуда он контролирует сразу оба фланга. То есть это королевский фланг, при случае он может переключиться на поле h5, например. Откуда будет атаковать пешку h2. Но самое главное, что он контролирует множество полей на ферзьем фланге. Это самое главное поле c4, поля b5 и a5. И заодно прицеливается к слабой пешке a2, которая тоже является у белых островком. Что здесь делать белым? Ну, они не могут начинать резко какую-то контур игру. Ход f5 объективно неподготовленный. Просто последует взятие и дальнейший ход e6. И черные останутся с лишней пешкой. Ход a4 довольно-таки резкий. С идеей сыграть a5. Но ослабляется также поле b3 в позиции. Соответственно, можно сделать вывод, что белые, скорее всего, должны просто пассивно защищаться. Стоять, чего-то выжидать. Надеяться, может быть, на какое-то ослабление в позиции черных. И после этого уже начинать контур игру. В партии было сыграно ферзь e3. И теперь черные затеяли перестановку. Они играют ферзь b5, поддерживая нападение на слона b2 и пропуская нашу ладью d, которая может заблокировать пешку d4 ходом ладья d5. То есть, в чем смысл? Первый шаг, который нам нужно сделать в похожем типе позициях, это заблокировать пешки c3 и d4. Проще говоря, обездвижить их. Чтобы они не продвинулись вперед, и из слабости они превратились в силу. После того, как мы их заблокируем, их уже можно, так сказать, окучивать. Постепенно создавать давление. То на пешку c3, то на также очень слабую пешку a2. И, как правило, защищающейся стороне две слабости держать невероятно трудно. Если еще одну слабость они могут защитить всеми силами, то когда слабости две, они просто не успевают переключиться. От защиты одной слабости к защите другой. На ход ферзь b5 белые сыграли ферзь d2, поддерживая слона. Этот ход, позицию их как-то кардинально не портит. Черные играют ладья d5, следуя своему плану. Сначала блокируют пешку d4. Белые играют h3. В принципе, полезный ход, форточка, и возможно где-то в дальнейшем g4. Последует ход с последующим f5 и какой-то контр-игрой. Хотя выглядит это точно тоже достаточно страшно на самом деле, поскольку белый король будет ослаблен после g4. Скорее всего, это просто очередной выжидательный ход со стороны белых. Черные здесь играют e6. Этот ход тоже легко объяснить. Во-первых, поддерживается ладья. Во-вторых, черные пресекают возможность белых сыграть f5, организовать какую-то контур-игру. Ну и в-третьих, просто ставят пешку на белое поле. Естественно, это полезно при чернопольных слонах на доске. Дальше последовал ход ладья e1 у белых. Ну, как его объяснить? Наверное, просто для того, чтобы держать, возможно, поле e4, куда, может быть, в каких-то вариантах пойдет ферзь. Может быть, какая-то тактика возможная, связанная с ударом на e6 в будущем. Также прорыв f5, то есть ход, опять же, который ничего не портит данной позиции. Черные играют ферзь a4, привязываются к пешке a2. И белые, не найдя ничего лучшего, отходят ладью на a1. То есть по сравнению с позицией, которая была в начале, мы добились уже достаточно многого, играя черными. Мы не просто активизировали ферзя, переведя его на a4. Мы усилили нашу пешечную структуру. И также закрепили ладью на опорном поле d5. Когда белые, в свою очередь, не сделали практически ничего, кроме форточки. Теперь черные делают очень важный ход. Они навсегда банят движение пешек c3, d4, фиксируя их ходом b5. Ну, по своему опыту игры, знаю, что этот ход очень важный. И при, например, конях на доске, очень часто конь на d7 в похожих позициях где-то стоит. И ход b5 дает возможность, например, коню через b6 зайти на c4. Ну или же просто. Ход b5 фиксирует пешку c, и после этого уже черные приступают к следующему шагу. Это постепенное методичное давление на эту слабую пешку, которое будет белым крайне сложно удержать. Но если даже они ее удержат, позиция будет пассивная, без какой-либо контуры игры. И мы можем потихонечку растягивать их позицию, играя, например, на противоположном фланге. Или же цепляясь за слабую пешку a2. Последовал ход fd1, белые предлагают размен, и здесь черные сыграли ладья c4. На самом деле ход fd1 был бы также хорош, то есть переход в эндшпиль в принципе черным выгоден, и такая позиция в последующем ладья c4 была бы очень хороша. То есть важное правило, которое касается изолированных пешек, также слабой пешечной пары, например, c3 d4, это переход в эндшпиль. В эндшпиле эти пешки будут выиграть куда легче, чем в миттешпиле, и растянуть слабую такую трухлявую позицию соперника тоже будет легче. Но в партии было сыграно сразу ладья c4, ферзь пошел на b3, и вот теперь выясняется, что ферзь бьет b3 крайне слабо. Из-за того, что последует ab, пешки уже приобретают некую силу, белые избавились от изолированной пешки a2, и где-то в будущем, возможно, последует c4. Более того, теперь пешка a7 у черных очень слаба. То есть, конечно, это кардинально меняет всю позицию, поэтому вот такое вот быстрое взятие, легкомысленное, может привести просто к очень плачевным последствиям для черных. Они утрачивают весь свой перевес. Поэтому, конечно, черные не взяли ферзя, а сыграли ладья d6. Ход на самом деле с той идеей, чтобы перевести ладью на линию a, и цепляться уже не столько к пешке c3, сколько к пешке a2. Белые играют король h2, также в ожидательный ход. И теперь ладья наша приходит на a6. Белые играют ладья cf на f1. И теперь мы включаем в игру фигуру, которая у нас ждала своего часа, это слон. Он идет на e7 для того, чтобы контролировать поле a3. Король h1. И теперь идет ладья на c6. Черные начинают очередной свой перевод, играют по квадрату c4, c6, a6, a4, и делают это очень ловко, нужно признать. То есть перестройка черных будет какая? Ферзь пойдет на c4, ладья пойдет на a4, и ладья c6 пойдет на a6. То есть черные готовы сдвоить две ладьи по линии a, и после этого уже будет непосредственно угрожать взятие пешки на a2. То есть единственным ходом белых будет ход a3. Ну, естественно, наверное, всем очевидно, что a3 это очень плохо для белых, поскольку пешка встает на черное поле. Не только она отнимает поле у чернопольного слона белых, она просто встает под удар. И теперь слон на e7 будет оказывать на нее очень серьезное давление, и вряд ли эта пешка просто останется на доске в будущем. Был ход сделан, ладья с f на e1. Слон h4. Ну, это так называемый исчезающий ход. Ладья пошла на f1, и в последующем слон просто в нужное время вернется. Ферзь c4. Все с той же идеей играют черные. И здесь белые не выдерживают, бьют ферзя. Потому что допускать ладья a4 и ладья сцена a6 не имел никакого смысла для белых, так как пешка форсированно потерялась бы без каких-либо шансов. Ладья бьет c4, тоже очень важный момент. Почему бьется ладьей в похожих ситуациях? Ну, потому что удар пешкой навсегда отрезает возможности атаки пешки c3 для черных, поскольку линия закрыта, и теперь до нее добраться будет крайне тяжело. И в том числе открывается линия b, по которой даже белые могут организовать какую-то контур-игру, возможно, после ладья сцена b1. Все равно, конечно, позиция черных будет лучше, но реализовывать ее будет гораздо труднее здесь. Поэтому было взятие ладья бьет c4. Далее последовало a3. Белые сами двинули эту пешку, но если бы они это не сделали сразу, то черные в любом случае бы ходом ладья сц4 на a4 заставили бы их это сделать, и все равно этот ход был бы неизбежным, иначе просто потеря пешки. Слон идет на e7, ладья сцена b1. Для чего сделан этот ход? Для того, чтобы готовить на слон бьет a3 в будущем ход черных. Ответ слон бьет a3. И оказывается, что пешка b5 подвисает. То есть белые нашли какую-то микроскопическую слабость позиций черных и пытаются к ней привязаться, осложняя нам реализацию перевеса. Черный играет слон d6, попутно привязываясь к пешке f4. g3. И теперь очень важный момент, тоже касающийся эншпили. Никогда не стоит забывать, что в эншпили у нас просыпается такая фигура, как король. И, конечно же, ее нужно привести в центр. Или хотя бы на помощь своим фигурам, где это необходимо. И в данном случае нам как раз необходима помощь короля на поле c6. Откуда он будет защищать пешку b5? И мы уже сможем осуществить свой план с переводом ладьи на a4. Поэтому было сыграно король f8. Король идет на g2. Король e7, король f2. Вот такие вот гонки королями идут. Ну и, естественно, и очевидно, что король черных выполняет свою задачу гораздо быстрее, чем король белых. Король идет на d7. Король идет на e2. Король c6. И оказывается, что пешка b5 уже защищена. И черные угрожают усилить нажим на пешку a3 ходом ладья c на a4. После чего она будет потеряна. Последовала ладья a2. Это последний ресурс для защиты здесь у белых. Сдвоить ладьи по линии a. И вот обречь себя на такую пассивную защиту пешки a3. Ладья с c на a4. Черные следуют также с моим планом. Ладья с b на a1. Ну и посмотрите, насколько серьезная доминация здесь на доске у нас по белым полям в первую очередь. Сравните слонов d6 и b2. Чем занимается белый слон, а чем занимается черный. Он так не сделал ни одного хода с b2. Упирается в пешку c3, в пешку a3. И сам, собственно, от пешки мало чем отличается. Тогда как черный слон не только стреляет на a3, но и в будущем предупреждает какой-то прорыв белых на королевском фланге g3 и f5. И сам может помочь раскачиванию позиций посредством g5. Или даже h5 и h4. Последний ход был сделан ладья с b на a1. И черные ведут своего короля в центр. Король d5. С угрозой просто ворваться на c4 и, наверное, поставить соперников цукцванг. Потому что просто у белых не будет никаких полезных ходов. И они будут медленно погибать. То есть пешка a3 будет потеряна после того, как король придет аж на b3. Поэтому белые здесь играют король d3. Это единственный ход, не пуская короля на c4 и мешая нам реализовать свой перевес. Здесь черные играют очень тонко. Играют ладья шестая на a5. Для чего это сделан ход? Для того, чтобы подкрепить пешку b5 ходом a6 в будущем. И после этого уже мы можем свободно взять на a3 без какой-либо контуры игры. Ну и просто это полезный ход. В таких позициях важно не спешить. Когда у соперника нет никакой контуры игры. Например, в цитноте, в турнирной партии он не знает, что ему делать. И он может дернуться на каком-то фланге и сам нам гораздо сильнее облегчить задачу реализации перевеса. Очень часто в моей практике в похожих позициях соперники дергались на противоположном фланге. Делали какие-то абсолютно неподготовленные движения пешками вроде g4 или h4 но при ладе скажем на f1 и создавали просто сами себе новые слабости. Поэтому в таких позициях важно сделать такие проверочные ходы. Не спешить проверить реакцию соперника. Если он стоит, защищается в таком же ключе, тогда уже ищем что-то новое. А если он сам нам дает играть на каком-то фланге, тогда он может просто упростить нам сильно задачу. далее было сыграно слон c1 h6 слон также идет на b2 вот как раз доказательство того, что белые не дергаются просто стоят чего-то ждут ну и мы начинаем уже усиливать позицию на королевском фланге. ход h5 естественно сделан для того, чтобы после хода a4 последовало gh мы взяли на f4 и пешки h3 h4 оказались бы просто дровами которые мы в последующем выиграли. Поэтому на ход h5 был сделан ход h4 и здесь черные играют f6. Казалось бы зачем играть на фланге на королевском когда могли бы просто где-то взять на a3 в будущем сыграв например сразу b4 но тема отличается высококлассный шахматист что он максимально усиливает свою позицию перед решающим штурмом перед решающим каким-то ударом на одном из флангов он подготовливает все мелочи предупреждает контургру соперника открывает второй фронт для будущей атаки и только после этого уже проводит какие-то решающие маневры был сделан ход слон c1 и вот теперь самый подходящий момент для того чтобы начинать открывать второй фронт и черные играют e5 поскольку слабость a3 защищена белыми взять мы ее сразу не можем мы создаем вторую слабость в лагере белых и она как раз будет на королевском фланге это пешка g3 после многочисленных взятий например f e f e d e e e e5 мы видим что пешка g3 слаба ее никак не защитить абсолютно и при случае наша ладья может переключиться на g4 и также не стоит забывать что теперь нам еще легче добраться до пешки c3 соответственно позиция белых очень быстро разваливается на ход e5 было сыграно пешка постепенно разваливается окончательно у белых две ладьи абсолютно пассивные после взятия на a3 белые еще смогут атаковать пешку d4 под боем пешка g3 a3 будет проходной после хода ладья b5 ладья может вторгнуться на b3 соответственно от таких многочисленных угроз белые вряд ли защитятся это практически невозможно и их ладьи с линии а едва ли могут как-то отвлечься поскольку когда например ладья а2 уйдет на защиту пешки g2 мы сразу сыграем a2 и будем приковывать ладью 1 просто сторожить нашу проходную и конечно же такой аншпиль будет легко выиграть поэтому белые здесь вполне разумно сдались если мы вернемся к самому началу то можем проследить за тем как трансформировалась в лучшую сторону наша позиция первый шаг к реализации этого перевеса была централизация ферзя ферзь пошел на d5 первая фигура активизируется пока белый в ожидательном ключе делают ходы мы перевели ферзя на более активную позицию с b7 на b5 и второй наш план был это торможение пешек c3 d4 попутно поставишь свою же пешку на более такую плотную позицию откуда она поддерживала ладью b5 b5 фиксация продолжается и только теперь ладья приходит на c4 вот таким образом мы отблокировали все что можно пока что мы ничего не выиграли по материалу но постепенно позиционный перевес трансформируется материально ферзь b3 ладья d6 ладья переходит на a6 и теперь мы уже привязываемся то к одной слабости то к другой ферзь c4 грозил как раз перевод по линии a поэтому мы вынуждаем уже размен который нам также выгоден заставляем пешку встать на a3 и это как раз является главной слабостью позиции белых ну и решающим конечно здесь был перевод короля на поле c6 никогда не стоит забывать про то что король веншпиле это очень сильная фигура которая часто в похожих позициях просто решает исход была подготовка к прорыву e5 он был осуществлен и только теперь после того как ушла вроде бы слабая пешка c3 она встала на d4 от слабости белые избавились но теперь стал доступен прорыв b4 после чего позиция окончательно рушится вот таким образом в партии была одержана победа похожих ситуаций в партии может быть очень много позиции эти встречаются часто похожие пешечные структуры и я надеюсь что тот кто это посмотрел сможет применить это в партиях может быть не совсем точь в точь но хотя бы какую-то часть этой идеи так сказать зацепить и это облегчит ему реализацию перевеса поскольку держать вот похожую пешечную пару защищающейся стороне крайне тяжело если у него нет какой-то контр-игры конкретной поэтому позиция это очень актуальная и надеюсь что она поможет вам хотя бы одной партии добиться победы отец 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 Продолжение следует...